Так, теперь давайте пойдем. Худшие блогеры 2023 и лучшие. Входит 2023 год к концу, и я решил собрать свой топ самых худших блогеров этого года, а также самых лучших. Сразу говорю, топ крайне субъективный, я не стал включать сюда топов, которые там и так уже свои премии провели. И победитель решался у меня в Телеграме народным голосованием. Перед просмотром не забудьте заварить себе крепкого чая, съесть... А, блядь, мне кидали это голосование, там я набрал немножко больше, чем Слава Мерлоу. ...мандаринку и подписаться на мой канал. Если мы добьем 50 тысяч подписчиков до конца этого года, то я проведу следующее видео и стрим в костюме горничной. Ну а мы начинаем. Третье место самых худших блогеров этого года занимает Артем Граф. И знаете, несмотря... А че он сделал? На всеобщий хейт. Пошел нахуй! На то, что наш замечательный Артем покинул... Да я бы пришел, мне было бы то же самое, лоу. ...кинул уже интернеты. Спасибо всем, кто был со мной. Кого огорчил, расстроил, простите. Арианду, я обижен. Пошла нахуй, шлюха лебана. Я считаю, что это замечательный персонаж, потому что именно он подарил нам большую часть контента для, так сказать, средних слоев интернета. Мой вокабуляр гораздо... Это самый скучный контент на свете. Все, что было про Артема Графа, была самая скучная хуйня на свете. Все, кто выдаивали из этого контента, супер скучная хуйня на свете. Я ненавижу Артема Графа за то, что он сделал этот год просто уебищным. ...больше, чем твой член. Все эти замечательные разоблачения на миллионы просмотров. Куча смешных мемов. За что его разоблачать, я в душе, да я до сих пор так и не понял. Тембра, ты убедительный не становишься. Убедительный тембр. Да, а что не так? Что не так? Убедительный тембр. Сигма фейс. Артем Граф Сигма. Стрим с Зилу, стрим с кашей. Это все просто великолепно. Я благодарен Артему Графу за то, что он подарил нам... Я сам выдаивал из этого контента, я просто на стримах смотрел и был в ахуе. Нам так много кринжового и замечательного контента в этом году. Будем надеяться, что он скоро вернется и подарит нам еще больше теплоты. Но гораздо больше IQ, чем у всех его хейтеров, подписчиков и подписчиков. Ну а среди лучших блогеров в 2023 году победили, это очень интересно, но Стинт и Каша. Вы вообще понимаете свою логику? Вы называете меня Гитлером только потому, что, сука, я говорю слово Гитлер. Просто потому, что я, блядь, говорю слово Гитлер, блядь! Они получили одинаковое количество голосов. Кто не знает о Стинте, это очень древний персонаж русского ютуба. Я помню, что он занимался блогингом еще, когда учился в школе. Бам-бам-бам. А! О, привет, ребят! Основной его контент игровой. Но в этом году Стинт начал активно вести стримы. Ты конченый, блядь! И даже по его каналам... Мне Стинт в этом году прям поднялся, пиздец. С вернулся, точнее. С тарелками можно отследить, что буквально за полгода его популярность выросла очень сильно. Наверное, это один из немногих постоянных моих зрителей среди крупных блогеров, за что я очень сильно благодарен. Стинт, спасибо, что смотришь. Надеюсь, в следующем году будешь продолжать смотреть. У меня намечается очень много хорошего контента. Ну и сам контент Стинта довольно-таки интересный. Никакого там негатива, всего вот этого на свете, что вы тут вот смотрите. Да и наблюдайте, и выслушивайте тут меня душного. В общем, очень веселый, замечательный блогер. Ты, блядь! Если кто-то о нем не знал, то рекомендую ознакомиться с его контентом. А я к Стинту ноль претензий. Каша — это вообще человек-загадка. Когда он начал стрелять, и мне начали о нем писать, я задавался только одним вопросом. Кто, блядь, такой Каша? Его ролики на YouTube не лично, очень сложно понять. Типа, чему в Африке голодают йети, а не те? А стримы Каши, они набирали феноменальное количество просмотров в этом году. Кто уж говорить о перезаливах. Перезаливы стримов Каши собирали миллионы просмотров. Сейчас это, по сути, один из топов русского стриминга, блогинга, который создал свой сквад, которым объединил много довольно-таки интересных личностей. И на данный момент у Каши есть довольно-таки прикольные рейл-стримы, где он делает всякие пародийные штуки. На весь, на весь твич, извиняйся. Я изменяюсь на весь твич. Хочу пришиться. Вара! Это твой. Если бы Каша не решил реабилитировать карьеру Никоглая в этом году, то я думаю, он занял бы место повыше. А так, третье место, Stink Каша, спасибо за контент. Думал, он просто его хейтит, он теперь реально помогает. Думаю, будем ждать еще больше пиздатых видеороликов и стримов в следующем году. Второе место среди худших... Я не смотрю Гитлера. Нагните нахуй. ...блогер в 2023-го года... Я люблю все народы. ...снимает Аня Йенина. Он покакал, а ты пописала. Скажи, пожалуйста, это фейк? После того, как ты пописала на телефон. Пользовалась ли ты этим телефоном? Вернемся к писанию в рот. Мой канал очень тесно связан с Аней Йениной. У меня есть и полноценный разбор этого персонажа, и некоторые упоминания в других видеороликах. С Новым годом, Джорджи! ...суординацию. Что тут можно сказать? Как из себя воняет маленькая пиписка, это факты. Действительно отвратительный блогер. Лучше бы его контента вообще нахуй не было. Буквально шестилетним маленьким ребенком с тобой случилось сексуальное насилие. Попробуй меня на на вкус. Это вообще пиздец. Аня Йенина в этом году очень неплохо так поднасрала интернет. Не, ну типа, можно вставить в худших блогеров просто всех женщин. Типа, не обязательно выделять кого-то одного. Комной кучей. Куча дерьма. Но мне же 14, и чё? Это действительно один из немногих блогеров, которого если бы не было на просторах интернета, то жизнь бы наша стала прекраснее. Ну а с другой стороны, а что тогда смотреть Дани Кашину на своих стримах? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Правильно? Кто такой Даня Кашин? Ролик Ельдар Джарахова и Ани Йениной. Будет крайне неинтересно посмотреть, что еще за хуйню выкинет Ани Йениной в следующем году. Пока что продолжаем активно не наблюдать за ней. И давайте перейдем к топу 2 в сегменте лучших блогеров 2023 года. И второе место занимает Даня Кашин. Это тоже для меня стало удивлением, потому что контента Дани Кашин выдал в этом году не так много, но крайне метко. Для тех, кто не знаком с творчеством данного персонажа, это крайне сильно удивляет, потому что я лично думал, что Дани Кашин знает практически все. По сути, он такой же древний блогер, как истин. Наконец-то я узнаю про него. Ты не первый, ты не последний, пойми. Я лично начинал за ним следить еще со времен, когда он начал коллабить с Юликом и Кузьмой в скетчах. У него тогда еще на канале были ролики по КСке, где он заставлял девушку играть в КС, там открывать кисть. Вот она шлюха, да? Да, да, да. Дура, проститута. Да, да, да. Погоди, он пиздит женщин? Ну, возможно, надо посмотреть его. Да, да, она шлюха, да. Шлюха, да, да. Ну, на тот момент это было смешно, сейчас он эти видосы скрыл. И что у него было? Ну, ладно, ясно, испортился, блядь. Ну, так всегда бывает с блогерами. Конфликт с Павлом Дуровым. Я его догнал с телефона, попросил сфотографироваться со мной. Он взял мой телефон и выкинул вниз. Никто до сих пор не знает, правда это или нет, но так как есть подтверждение от Юлика и Кузьмы, что они это видели вживую, нет причин этому не верить. Он его выкинул, с верхнего этажа кинул вот так. Я смотрел вниз, вот на этот телефон, какой-то чувак просто подошел, взял этот телефон и исчез. Ну, это, конечно, пиздец, абсурд. Хотя, учитывая то, что сейчас Дуров с Гусейным Гасановым тусит, то, ну, можно в это... Погоди, серьезно? Верить. Основную же популярность Дани Кашину принесли его пародии на топовых тогда блогеров. Он пародировал их музыку, их клипы. Затопило городские улицы. Песня обо мне, ведь я ЧСВ. А потом начал выпускать и сольные работы. Некоторые из которых я до сих пор переслушиваю, как тот же альбом-синоним. Пошли, пупать, чуть же, на кого-то протяжать. Если кто-то его не слушал и при этом ему нравится электронная музыка, крайне рекомендую. На мой взгляд, это мощнейший альбом во всей карьере Дани Кашина. Сейчас же Даня сосредоточился на стримах. Как у вас дела? Братский сосуд. Что сосут чемпионы? Братский сосуд. А также в этом году он начал выпускать довольно-таки интересную, на мой взгляд, рубрику, где он приглашает каких-то блогеров к себе на канал. И они в этой рубрике пишут какую-то музыку, потом выпускают клип. Звучит прикольно, выглядит хайпово, гости интересные, тамада замечательные. И также Даня в этом году выпустил... Выглядит как суперскучная хуйня для нормисов, если честно. ...пустил одно из мощнейших разоблачений этого года, где он буквально... Блять, это... Да я говорил, в этом году были очень хуёвые разоблачения. Это было худшее. ...перевернул всё понимание истории про кроссовки Ефремова и про персонажа, который его разоблачил. В общем, занёс нехилое количество хайпа, так сказать. Алкоголь топ. Но отдельное внимание... Ты ещё не знаешь, какие хуёвые конфликты у стримеров? Блять, я представляю себе. Ну, делить стримам, да, не кажется? Типа, если лучшее разоблачение в этом году это та хуйня про кроссовки, то у меня плохие новости для всех разоблачений. Где он смотрит контент Эльдара Джарахова? Но я выйду на поле, как только смогут потянуть. Пока, судя по всему, мой гонорар не тянут. Потому что я, ну, блять, самый дорогой там в команде. И после этого все такие, ты чё, охуелый? Он такой, я шучу. Ребят, я вас поздравляю с матчем. Надеюсь, вы выиграете, но я сейчас там, где мне платят. Спасибо, Даня, за контент. Ждём клип, который он пообещал на январь-февраль. Клип выйдет там в январе, может, в феврале. Но, скорее всего, дату он опять проебёт. Но ничего, всё равно ждём. И переходим к топ-1 худших блогеров. Я надеюсь, что это я. Я надеюсь, что это я. Пожалуйста, пусть это будет я. Это будет я. Это должен быть я. Должен быть я. Это я. Трэш-блогеры в Телеграме. Я считаю, что люди, которые приписывают себя к ЛГБТ-сообществу, это психически нездоровые люди. Да, неожиданно, но такие результаты у народного голосования. Сплитика, Хилми, Финос и другие трэшовые блогеры в этом году немало... Пацаны, для вас, я надеюсь, худший блогер. Для вас, в ваших сердцах, я буду худшим в этом году. ...отгремели в такой платформе... Бля, кстати, да, разоблачение на Либру же было в этом году. Или в прошлом. По-моему, в этом. А почему его, типа, не... Берут как лучшее разоблачение? Это реально топчик. Эти, блядь, это хуйня Дани Кашина про какие-то там, блядь, кроссовки паленые, которые оказались не паленными. Это супер скука, пиздец, по сравнению с... Механикой, которая не дала победить Круглика, блядь. ...как Телеграм. О, спасибо. Они буквально постоянно трубили все паблики. Огромное количество роликов на канале. Я надеюсь, я honorable mention. Хотя, по сути, все, что делали эти люди в этом году, это... ...снимали на кружочки, как они едят фекаль... ...и или другие отходы своего тела и творят какую-то дичь. Спасибо за спонсорку. Вот знаете, есть фильм о диократе, и я бы сказал, что фильм стал реальностью. Буквально... Килми на днях на три года посадили, клоуны ебать. ...на весь год огромное количество людей наблюдали, как им в экраны суют в жопу. Вкратце расскажу, что сейчас с ними происходит. Сплитика начинала свою карьеру в этом году с того, что облизывала прокладки. Сейчас же она показывает, что она такая дохуя творческая натура. Но могу сказать, что творчеством тут не пахнет. Ну, ладно. И скорее всего, она забудется так же, как в интернете. Про скорый интернет эти персонажи подпортили в этом году неплохо. И заслуженно сбирает первое место среди худших блогеров этого года. Ну и перейдем к топ-1 среди лучших в этом году. Я сразу повторюсь еще раз, что... Надеюсь, это не я. Надеюсь, это не я. Надеюсь, это не я. Что там какой-нибудь бустер, блин. Ничем не через лайк. Бля, грязь, нахуй. Или кто-нибудь там еще занял топ-1 в этом... Бля, бустер это же самая скучная хуйня на свете. Это же, ну, реально максимально нормисный бренд-френдли человек. Это, ну, это скучно, пиздец. В этом году этот топ составили только люди, которые так или иначе связаны с моим каналом. И первое место забирает Амарал. Амарал, когда уже новое видео. Я устал ждать. Скоро в суд подам. И для меня это действительно неожиданность. Давайте я вкратце поведаю, кто такой Амарал. Начал он свою карьеру больше четырех лет назад. Тогда он снимал видеочат-рулетку, где притворялся... Бустер похож на... Более въебистую... Версию чела, который пел эту песню. Супер Айда, у нас зовут Доминик. Это только... Мадам и разводил всяких ложков на то, чтобы они там... Пи***ны в видеочате показывали. А потом он показывал, что он мужик. Я люблю тебя. Бля, прикиньте, короче, он сидит и продолжает бить на меня. Я в ахуе, мне пришлось, блядь, остановить. Какого хуя? Затем он начал снимать контент, где смотрит трэш-видосы во всяких там тиктоках, лайках и прочих вот таких вот... Мне кажется, что в какой-то момент ты реально становишься скучным хуйсосом, если ты забираешься достаточно высоко. Начинаешь ходить по ток-шоу, блядь, смотреть тиктоки, делать вид, что ты натурал. Вот эта вот вся хуя начинается. Это так... Такое уеющество. Не приятно мне нравятся твичи-стримеры, они такие нормисы, пи***ц. ...платформах. О, нам нравится. А также можно сказать, что он первый блогер, который начал вообще как-то освещать и осуждать творчество Ани Йениной. В этом году он подарил нам особо ценные ролики, такие как разоблачение на Артёма Графа, которое буквально перевернуло карьеру того с ног на голову, как и, видимо, его... Да я вообще не понимаю. Суть в том, что никто из них игры не стримит, по большей части. Они только, типа, за кулисами в доту играют. Очень странные люди, нахуй. Мозги. Я нашёл. Кстати, он тут похрапывает немножко, если что. Потому что Артём Граф ещё не плыл никогда от чужих разоблачений так, как от разоблачения Амарала. Я смотрел разоблачения Амарала на... Этого, как его, блядь... Артёма Графа. Это была самая скучная хуйня на свете, потому что... А, он, типа, говорит, что он умный, а он слова неправильно произносит. Типа, ну, окей. А в разоблачении-то в чём? Он убил, что ли, кого-то или чё? Чё, в чём разоблачении-то? А, скупа на айфоны. Не, если скупа на деньги, я ещё понимаю, что он хочет сказать. Но скупа на айфоны, это вообще... Типа, против Амарала ничего не имею, но видос про Артёма Графа выглядел как видос то, что... Артём Граф, ну, как бы, все про него говорят, нужно про него сделать, типа, разъёб. И разъёб был из разряда, ты неправильно это слово использовал, а считаешь, что ты умный. А ты на самом деле глупый. И сейчас я расскажу, почему ты глуп. Типа, скука ебана. Что? Также Амарал в этом году выпустил замечательный новый разбор Ани Йенины, который я посмотрел с удовольствием. Это было действительно хорошо, интересно, забавно, смешно. Я всё, что угодно могу оправдать. Вплоть до маньяков, и я вообще не прикалываю. Великолепно. В общем, спасибо за контент Амарал. Это... Бля, кстати, тут в Грузии Новый год будет через 8 минут. Один из немногих блогеров, который действительно страдает ради зрителей, потому что контент он выпускает крайне редко, но что-то мне подсказывает, что все 2 или 3 месяца подготовки к тому же Артёма Графа... Не, я не завидую Амаралу. Приходится смотреть женский контент. Кринж тикток, фемки в тикток, дети в лайке, видос про Артёма Графа, пенсионеры в тикток, самая тупая тиктокерша. Ну да, типа... Женщины тупые. Не подсказывай. Ну, чисто вот в тиктоке, допустим. Сказывает, что все 2 или 3 месяца подготовки к тому же Артёму Графу, он просто тупо смотрел весь его контент. И действительно, посмотреть весь контент Артёма Графа, чтобы сделать из этого ролик, это я даже не... Единственное, что, по-моему, Амарала было интересно, это то, как он рассказывал про... Он там рассказывал про, типа, старый контент, вот эти, типа, ненастоящие пранки, вот это вот всё. Единственное, реально, ну, что реально тупо сделал Артём Граф, это когда он подстроил, что, типа, он педофил, а потом все такие, ты педофил? Он такой, нет, я лол, я это подстроил. Типа, и зачем? Не знаю, достойно уважения, это... Это пиздец. Я не представляю, в каком состоянии находится рассудок Амарала после того, как он сделал полноценный разбор творчества Ани Йениной, и тоже снова же ознакомившись со всем её контентом, но будем надеяться, что он будет продолжать стараться и страдать по имя своих зрителей. Ебать. Ебать, мой хуй там хуярен. И в следующем году. Поздравляю с победой, заслуженно забираешь первое место этого года, поаплодируем, поаплодируем, и... Вы думали, это всё? Но нет, есть бонусное место среди худших блогеров этого года. Это именно тот человек, которого меня просили разобрать в этом году чаще всего. И действительно, я соглашусь, что это крайне спорная личность, которая постоянно себе противоречит и готова пойти на всё, что угодно ради хайпа. Бонусное место среди худших блогеров 2023 года забирает Милка Мейкер. Да блять. Спект смотрит самого душного блогера. В этом году этот персонаж стрелил, рассказывал о том, как он добьётся там всего творческого. Хочу записать альбом и организовать свой первый сольный концерт. Музыка это то, без чего я не могу жить. Но выпустил всего лишь два трека, очень много врал своим подписчикам. Разоблачениями я больше не занимаюсь. Но сейчас я решил немножечко по-другому. И по итогу скатился в то, что постоянно снимает какие-то разборы персонажей и всё делает ради хайпа. Если раньше он делал свою музыку на эти тысячи просмотров, то сейчас он готов душу продать за эти сотни тысяч просмотров, за это внимание зрителей. И к тому же Артём Граф, которого он разоблачал, теперь удостоился целого отдельного трека на его канале. Очень странный Милка Мейкер, очень странный. Да я думаю, мы с ним ещё столкнёмся в следующем году. Ну а вас, мои дорогие зрители, я поздравляю с наступающим Новым Годом. Желаю вам всего прекрасного в следующем году. К сожалению, сейчас каждый год становится всё тяжелее и тяжелее. Но я надеюсь, что следующий год наконец-таки станет лучше и проще, чем 2023. Если кто-то разбирался, что не было какого-то персонажа, которого он любит, то добро пожаловать в мой Телеграм. Именно там мои зрители выбирали тех блогеров, которые окажутся в этом ролике. Также обязательно буду вас ждать на своих стримах. Какой буквы не хватает в этом слове? Да, давайте. Ладно. Поддержим немного Милка Мейкера. В принципе, старался над видосом. Милка Мейкера.